Чё лежите-то? Почему лежите, непонятно. День лежат... День, 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 раздевалка. Чё, заболели или чё? Да нет, я говорю, на раздевалке отдыхаю. А как в рулетке отдыхать-то? Тут тебя задушат. Да нет, здесь раздевалка. Обязательно. Я знаю, что... Вы чё тут находитесь-то? Ждёте женщины лукавые, хитрые. Астах, Хирулан, скажите... Вы Бога верить на должны. А так чё лежать-то? Вот, смотри. Какая-то книга. Библия? Да. Ну? Ну? Я не читал такой книги. В ней сказано о том, как на землю сошёл Сын Божий Христос, вочеловечился и умер за грехи людей. Астах, Хирулан, скажи, делай так. А? Не скажи-то. Чё кричите-то? Я не пойму. Чё у вас так за дело? Да мне в Богу надо верить. Прям как будто шилом кто-то... Чё так закричали-то? Почему? А, конечно. Не надо крестить. Не надо креститься? Да, конечно. Значит, сатана боится этого. Надо креститься, потому что Христос умер за нас на кресте. Астахфир, Аллах. Не говори, делай так. Христос умер за грехи людей, чтобы мы не грешили, жили свято. Да нет, это всё враньё. Враньё? А кто это сказал, что враньё? Это сатана сказал, что враньё. Чего? Это сатана придумал лжец. Он написан, мол, лжец, а отец лжи. Сатана. Я не верю в это в Библию или что? А к чему веришь? Коран. Коран. Вот это вот, что ли? Да, вот, вот, молодец. Ну, считай, что написано. Коран веришь? Считай, что написано. Ну, ближе. Таджуман или... Ну, понятно. Это по-арабски, не арабски. Ну, по-арабски. Так ты же должен понимать, почему же не считать на родном-то языке. По-арабски, ну... Вы такие же бестолковые, как наши православные. Тоже, по-старковно-славянски, не понимают и стоят. Нет, нет, давай по-хорошему. Внутрятки, а? Ну, где-нибудь, давай. Ну, это... Арабский язык у тебя? Вот смотри, считай. Ну, арабского у тебя нету. Ну, арабский... Арабский мёртвый язык. Арабский это мёртвый язык. Потому что на нём никто не разговаривает. Как церковно-славянский у нас, у православных. Мёртвый язык. И люди стоят и ничего не понимают. У нас по-арабски читают. Ну, чё по-арабски... Вот ты уже 160 человек у меня звал, и ни один не может прочитать. Арабский, арабский. Я понял, что не японский. Да, я читаю по-арабски. Ты чё дуришь, парень? Вы находите, и здесь женщин ждёте. Чужих. Надо в Бога верить. Жить для Бога. Христос умер за нас. Умер. Грехи наши взял на себя. Ну, да, знаю. Но не сделала Христос. Христос не делала. Так написано в Библии? Так написано? Да, это враньё, да. А как, дед, враньё? 2000 лет люди верят. 2 миллиарда 200 миллионов. И враньё? Вы-то пришли на 600 лет позже. Откуда вам знать про враньё? Ваши никто при Христе не жили. А это писали свидетели. Люди, которые со Христом ходили вместе. Он воскрешал мёртвых. Враньё. Ну, это, если помогать вам чему-нибудь, да? Ещё бы. Я молюсь и получаю. Господь слышит. Это живой Бог. Это не мёртвый. А что тогда Христос? Мы свидетельствуем. Это знак наш. Вот зачем в армии так отдают? Потому что он в армии. Зачем вот так кричат? Это Гитлер. А вот это христианский знак. А зачем мусульмане так делают? Это мусульманский знак. А ты христианин, да? Я христианин. Вы казах? Да нет. Ах, кореец? Таджик. Таджик. Таджик? Да. А я мусульман хорошо знаю. Я сидел в лагере с ними. Меня за слово Божие, за молитвы, за то, что я архипелагу ЛАГ опубликовал, посадили. Это жанатас Джамбульской области. Хорошие ребята. Но они там сидят за разные дела. Бывает за наркотики. Но не все одинаковые. Не все одинаковые, конечно. Но в Бога верят, а бы как. Ничего не могут. Вы сказали, что сидите с женщиной, где-то туда-сюда. Вот здесь сидят, в этой чат-рулетке, примерно 80% мусульмане. Конечно. А зачем они здесь? Столько набилось их. Не знаешь? А сказать. Я скажу. Я говорю, у вас по вашей вот этой книге разрешается 4 жены. Но за каждую надо колым платить. А тут 44 голые даром. Вот вы как жеребцы сюда пришли. Они хохочут. Я говорю, что я не знаю вас, что ли? Дома свою жену бережет. А на чужой скачет. А вам, ваша книга тоже это не разрешает делать, как попало. Надо по закону все. Верить во Христа, в Бога. У вас написано Иса. А Иса это Иисус. А тут написано, что не умирал. А как же не умирал, когда он умер за грехи людей? А ты даже разгневался, когда услышал. Смотри, как ты сразу дернулся. Вы живете в России, я гляжу. Таджик-то еще тут. Работаете? На стройке работаю. А зачем усы сбрил? Усы, Бог дал. Зачем сбрил? Не надо усы вставать. Не надо. Видал ты. Ты зайди на икону, посмотри. Христос был. Ну, это кровать. Там написано, не надо усы вставить. Это только борода. А ваш руководитель, он что, брил усы? Тогда и бритв-то не было. Да, конечно. Ой. Все иконы, все с бородами. Посмотрите, как у еврейских выходят юноши. Все с бородами. Бог так сотворил. Бог сотворил. Это знак власти мужчины. Еще бородито. А это нет. Это нет. Да никто это не делает, не брил. Вот смотрите, я вам назову. Вожди атеизма. Фриде Хэнгерс. Он брил усы? Нет. Карл Маркс. У Ленина даже. И то усы не сбрит. У Сталина одни усы, а другое сбрит. А то вы придумали. Ни у кого больше этого нету. Что борода без усов. А борода без усов это дом без крыши. Это как крыша для дома. Видишь как? Не надо просто так. У нас тоже бывает что-то там люди придумывают. Надо разобраться. Правильно это или неправильно? Правильно это когда написано, вот как в этой святой книге Библия. Вот здесь все написано. Последняя. В ней 77 книг. В ней. В корочке в этом. Самое последнее называется Апокалипсис. Откровение. Там говорится о том, что будет дальше. А в вашей книге ни одного слова этого нету. Там написано, что над всем миром будет один царь. Над всем миром один царь будет. Еврей. И столицей мира будет не Вашингтон, не Москва, а Иерусалим. И он будет царствовать 42 месяца. Еще нет ничего, уже все известно. Почему? Потому что это от Бога. Ну, тебя кто создал? Да. Тебя, говорю, кто создал? Не понял, повтори громче. Тебя кто создал в этой жизни вообще-то? Библию кто написал? Тебя, говорю, кто создал в этой жизни? Я не пойму. Про что создал? Тебя в этом мире кто создал? Бог. Бог создал. Господь Бог. Один Владыка. Он умер. Господь за нас. Сына послал. И Он сотворил людей, чтобы люди Богу служили. Это не Гаврины, да? Это второе лицо Троицы, Бога-человек. Это не наш Иисус. Это в другое у Вас написано. Это не про нашего. Наш умер. Воскрес. Послезавтра будет Пасха. И вы услышите, как люди все поздравляют друг друга. Солнце и тост кащет, радуется. Посмотри. Христос воскрес. А все отвечают воистину. То есть действительно воскрес. У нас есть Спасителя. У вас Его нет. У вас никто не умирал за грехи людей. А ты это не отрисай. Тебя сегодня Господь касается сердца. Ты его веровать должен. Вот у нас приезжают мусульмане, крестятся, принимают Христа. Вот ты согрешил. Ты вот если зайди... Они не мусульмане. Они не мусульмане. Они не истинные мусульмане. Они считают это. Не истинные мусульмане. Ну так нельзя говорить. Если ты их даже не видал, уже не истинные. А они как раз истинные. Они послали... Мусульмане плохо есть. Один Бог и все. И все. Один Бог. Да. Мы и говорим один Бог. А у вас понятие чисто еврейское. Бог во Святой Троице. Три лица в одном. Вы не знаете. Это подкровение Божие. Да. Один Бог. Это правильно. Правильно. Это... Но главное, что не знает о Христе ничего. Он умер за нас. Мои грехи взял на себя и ответил. Вот первые люди. Первые. Адам и Ева. Они в районе... Ты намаз читаешь? А? Намаз читаешь? Нет, я не считаю. Я это... Разговариваю просто. Я говорю намаз читаешь? Намаз? У вас сколько раз намаз? Пять. Пять. А у нас? День. У нас семь раз. Семь. Да еще утром, вечером, да вечером. Получается девять. Вот у нас какой намаз. Тысяча поклонов. Они просто стояли где-то. У нас труд. У нас пост семь недель сейчас был. А вы еще день-то... День не ел. А вечером звезда зашла. Идите до утра хоть конец целиком съешь. Это полезно нам встречаться, беседовать. Я... Мы вот дорогой ездили. Мне Господь Бог позволил написать 38 томов книг. Книги. Я решил их подарить библиотеке. Мы прошли шесть мусульманских республик. Прошли Турцию. И мы в Барнауле живем. Прошли до Владивостока, Тихий океан. Потом прошли до Лиссабона, Португалия, Атлантический океан. Прибалтику прошли и Скандинавию. Шестьсот пятьдесят городов. А сейчас где-то? Посади... Мы нас посетили в библиотеке. Я подарил везде книги. На тридцать пять миллионов. А сейчас где-то? Барнаул. Город Алтай. Алтай – это жительница Сибири. Тут все растет. И виноград. Знаю, знаю. Это богатая страна. Земля хорошая, вода хорошая, реки огромные, горы есть. Любишь, знаешь, Дуня? Я вижу вас, да. Я говорю, это Дуня любишь ты. Я не пойму, ты. А что хотел узнать-то? Как называется? Ничего, ничего, проехали. Что-то тут непонятно, не совсем. Я, может, не дослышу. Ты на меня посмотри. Сколько мне лет думаешь? Семьдесят? Восемьдесят. Ну. И вот за восемьдесят лет, я пятьдесят шесть лет иду по этой книге, считаю. Библия? Да. А на Коран я написал целую книгу, том, семьсот пятьдесят страниц. Разбираю все суры и аяты в сравнении с Библией. И что о мусульманах говорено было за тысячу триста лет. Мусульмане вот так книгу берут сразу. У меня все книги разного цвета. У мусульман зеленый цвет и книга зеленая. Вот у вас выходной день когда? В пятницу? Да. А у евреев суббота. Не знаю, я еврею. А откуда же вы едете сколько? У евреев суббота, шаббат. А у христиан воскресенье. То есть вы от христианского воскресенья еще дальше отстоите. Ну ладно, думай, как хочешь. Да, пожалуйста. Примиритесь с Христом. Он примирил, умер за грехи наши. Все, на этом все знания кончились. Кричат Аллах Акбар. А я кричу Иисус Акбар. Иисус Акбар. Астаххир Аллах. Не скажи так. Ну ладно. Давай так и не обижайся. Я тебе правду говорю. Потому что... Все нормально. Ну только примы этот ислам. Ислам я приму. В ад пойду сразу. Потому что спасителя нет. Астаххир Аллах. Наоборот это... Я грешный. Мне ислам не даст спасителя. А спаситель Христос. Что я в исламе делать буду-то? Головы резать людям? Астаххир Аллах. Да, вот это четыре фразы знают. А прочитать никто не может. Ни слова, ни один. Еще ни одного не встретил. Вчера один такой старый. Покажи арабский. Покажи, а читай, а ты офигеть будешь. Да что он арабский так это? Ты же не араб, а туркмен. Да, у мусульманей только один язык. А арабский и все. И все ничего не понимают. Повторяю. Уметь надо читать. А разговаривать надо уметь читать. А чего ты наумеешься? Где ты наумеешься? Это же язык мертвый. Ты английский? Какой язык? Арабский. На нем никто не разговаривает. На нем нет такой страны... Да не разговаривают они. Ни один не прочитать даже не может. Разговаривают они. Ну, что тебе сказать на это? Вот здесь вот уже... Намазы надо читать по арабским языкам. Ну, он читает и не понимает. Ни одного слова перевести не может. У нас по-славянски... Да знаю я, что ты, а? Знаешь? Давай. Сейчас докажем. Переводи за мною. Отче наш, сущий на небесах. Чего? Вот и чего. Отец небесный, который на небе. Я не говорю, так я толком скажу. Все, больше ничего не знаете. Да, я больше ничего не знаю. А теперь скажи, дай мне хлеба по-арабски. Да не скажу я. И умрешь с голоду, если на арабском разговаривать будешь. У нас точно так же по-славянски знают, а когда я скажу, перевести ничего не могут. Это обман. А обман от дьявола. Вы называете шайтаном. Ты сколько раз Коран просчитал? Кто я? Да, ты. Наизусть или это, читал? Нет, наизусть зачем? Ну, чтобы понимать. Вот я Библию просчитал сколько раз. Допустим, я Библию просчитал 50 раз. Написал книги. В каждой книге 3000 ссылок на Библию. Я ее на память рассказываю, где, какая глава, какой стих. А вы ничего не можете сказать. То есть вы не любите его Коран этот? Он вам не нужен. Вы живете, блудите и умираете. В отойдете. Так нельзя жить. Надо жить красиво, интересно. Даже бедности. А ты в рай, да? А ты потом в рай заходишь? Бог создал рай. И в раю все духовное. А что ж такое, когда у него там жены будут, он будет менять их. Ну, даже смешно. Как это так? Такое царство придумать надо. Вот что такое рождение свыше? Вы, мусульмане, даже не слышали про это. Что такое быть Вадимом Духом Божьим? Вы тоже не слыхали даже этого. А у нас все возвышено небесное. Царствие Божие внутри вас. Это праведность, мир и радость во Святом Духе. А ты с женой никакой делаешь, да? Что ты говоришь делаешь? С женой. С женой? С женой никакой есть у вас? Ну, а какая разница, есть или нет? Все это не решает дело. Есть у кого-то... Можно так все? Просто так можно взять у вас, да? Как просто так? Она еще пойдет за тебя? Если ты бусурманин, так она не пойдет за тебя? За неверного мастурмана? Если христианья примешь, уверуешь, ну, тогда еще понравишься ты или нет. У нас же за Колым-то не берут, она должна полюбить его. Вы, наши жены, вот если вы зайдете на наш YouTube, называется «Во свете Библии», запомните, зайдите. И вы увидите, как у нас одеваются. Два платка у нее, как хиджаб. Платье до полу. И когда тут работают туркмены, дорогу делают, они увидят, как наши жены идут, сестры идут из церкви. Они кричат, наши сестры тут. Мы говорим, это православные. Нет, это наши мусульманки. Ты посмотри, какая красота. Мужчины все с бородами. Женщины все в платках. Два платка. У нее ни одной волосинки не видать. Это хорошо. Хорошо. Нас свои даже считают выгод ваххабиты на нас. А другие-то они как попало одеты. Это не везде так, это у нас только так. У нас верующие люди, по-настоящему. Я вел занятия в пяти университетах, институтах, и там люди обращались к Богу. А потом летом ехали мы на озеро, они принимали крещение, освобождались от грехов. Так, если у вас будет желание встретиться, то в скайпе найдите Игнатий Лапкин, это я. И мы можем побеседовать. Хорошо? Нет. Не придешь, да? Нет, конечно. Нет, боишься. А я вот не боюсь с вами разговаривать. Мы в поездке были, в доме у мулы ночевали. У мулы ночевали в доме. И там беседа записана. А потом пошли в мечеть. А вы в храм не идете. Вы одержимы в этом вопросе. А мы не боимся. В мечети были, молились. Город Баку, Азербайджан. Это не то, что вы. Там настоящие мусульмане. И в доме мулы мы ночевали. И все заснято. Заснято. В ролике стоит. Посмотри, как беседуем мы. И они согласились с этим, что возмездие за грех смерти. Римлянам 6.23. Они Библию считают на русском языке, на еврейском. Очень грамотные. Жена говорит на четырех языках, а мула на шести языках разговаривает. По-арабски считает, как по-русски. Вот это я понимаю мусульмане. И мы у них были в гостях. Там у них ночевали. Там обедали, молились. Они тоже семь раз читают намаз? Еще раз, повтори. Они тоже семь раз читают намаз? Ну, не могу понять. И все. Раздельно, потихонечку. Скажи еще раз. Я говорю, они тоже читают намаз семь раз? Да, да, да. Они при нас. Мы разговаривали, а уже время. Они сразу на колени. И мы тоже на колени. Мы намаз совершаем, не показываю вам. Что, вы мимо вас делали на колени, да? Да. На колени стали и так же поклонились и стояли. В мечети. В мечети были. Мы молились так же. А были там Каспийск, кажется, город. Что-то другу на колени, кстати. Да. И вот смотрите, там идем стрелка, вот так написано, комната для намаза. Мы директора спрашиваем в библиотеке, а можно зайти туда, помолиться? Он говорит, вопросов нет. Он позвонил и открыли. Мы разулись здесь, тут наружу. И зашли туда и стали молиться. Мы кланялись. А потом последний поклон, вот как у мусульман, попросили мира Дагестану. У кого просили? Это были мы библиотеки. Библиотеки. Там написано стрелка, комната для намаза. Вы бестолковые, бестолковые. Вы ничего не понимаете. Я спрашиваю мусульман, что самое главное в исламе? Они, дружба. Я говорю, самое главное намаз. Намаз. Вот что самое у вас дорогое. А вы понять не можете. Конечно, я тоже, наверное, самое главное это намаз. Кручья, драйя. Ты все время совершаешь по пять раз? Да, да. Не шало. Все время? В России живешь и совершаешь? Да, да, даже в раздевалке, я считаю. Не знаю. Вот я кого знаю, нет, говорит. Мы тут не совершаем. Дома там, когда все идут-то. Да нет, у мусульмани нету этой разницы. Земле, земле. На работе ты работаешь, что ты будешь делать? Все работают, а ты будешь молиться. Тебя выгонят сразу? Да нет, не выгонят. У нас мусульмане, турки у нас. Ну, я не знаю, как у вас там. Я видел, как. Если все работают. Ну, не все люди одинаковые. Вот смотрите, допустим, возьмем такая работа, где требуют коллективи. Коллективно. Мы строим дом. Мы не работаем, такие работают, чтобы так... Ну, это дело другое. А то так никак. И свинину едят, и все. Да нет, мы не... И пьют, пьют, как говорят, бухают до полусмерти. Это какие? Вот в Тунисе? В Тунисе. Во! В Бахрейне. Вам можно свинину? Вам можно свинину? Я в рот мяса вообще не беру никакого. Свинину. Я ее в дом не запущу. Да. Понятно. Не потому, что нельзя, а потому, что вредно. Я в рот... У нас вот, которые наши... В рот капли алкоголя не берут. Не пьем, а ничего мы не пьем. У нас этого нету. Держите так, держите так до конца здесь. Ну, держи. Я так иду 56 лет. Да. Да. Ну, что? В Мусульмане это было отлично. Да. Для Бога. Вот я гляжу, ты лежишь. А что лежишь-то? Зачем лежишь? В нем нельзя лежать. Потому, что у тебя кровь будет к мозгам. Немножко. Тромб один. Я ночью работаю, поэтому... А ты вот так днем, если днем, вот так отклоняйся на диван, но головой книзу не ложись. Я тебе говорю, послушайся. Тромб один будет. Нет, нет. Мы ночью работаем ночниками, поэтому... Я ночные работы работал, а когда возвращался, дома стал ложиться, и голова заболела. Я тогда стал вот так вот, а подушки подложу под голову, на стенку, и все, голова перестала болеть. Ты слушаешь, что говорят тебе аксакалы? Потому, что тромб, она сворачивается, кровь сразу замкнула, инсульт, и сразу умер. Вот какая штука-то. Ты себя побереги. Ты молодой, здоровый, красивый парень. Ты тоже, дед. У тебя борода отличная, но усы не по-мужски. А, усы. Вот это есть, это как крыша над домом. Не крыша, нельзя усы поставить. Как это нельзя? Бог сотворил, а ты умный такой. Бог сотворил. Я знаю, это Бог. Так а зачем ты? Картина, если большая. Вот ты подойди, когда такая красивая мечеть люди построили, а ты подойди и начинай там ковырять, там что-то отнимать неправильно. Что тебе скажут? Тебе башку снесут. А это Бог сделал, каждого человека. Сотворил. А я буду усы убирать. Что ты дурю маетесь-то? Это нельзя делать. В Коране читай, там есть усы не надо. Да что, Коран-то, когда я Бога знаю? Мне Коран тут не поможет. В Библии написано, когда сбрили бороды, Давид не запустил их в Иерусалим. А мы идем в небесный Иерусалим. А я бороду знаю, что надо поставить. Ну, тут уперся. Если ты сознался, что Бог тебя сотворил, то уже не надо ничего считать. Сама природа, Павел говорит, учит. Не сама ли природа учит? Если мужчина растит волосы, бесчестье для него. Если жена растит волосы, честь. Мне власти не давали работать, я прораб. Я работал печеньком. И делал печи у мусульман. Я знаю мусульман близко очень. Очень хорошие люди. И женщина говорит старая, говорит, как замуж вышло, солнце, луна, не должны видеть моих волос. А у русских как бывает? Аборт сделать. А казашка говорит. А Аллах дал барашка, а Аллах даст травинку. О! И каждая мусульманка говорит, Аллаху подарить пять сыновей. О! Какие они хорошие. А тут во время перестройки... Аллаха нету сына. Он один. Один он один, но в трех лицах. Это троицы. Нет, нет. У них нету сына. Он один. Почуга Аллаху аква. Господь говорит прямо, Псалмек говорит, почтите сына и почтит вас. Это сын не в нашем понимании. Это божественно. А вы человеческие понимания. Кто это? Ты не веришь в это, потому что веры тебе Бог не дал. А когда веру Бог даст, ты скажешь, Бог один, но в трех лицах. Да нет трех. Что ты, а? Так, значит, понятия нет никакого. Это не человеческое понятие, божественное. Блаженный Августин тоже хотел понять. А как это? Один? Один и три. И как это один и три? Как написано. И он однажды идет по берегу моря, по морю. По берегу-то. И видит маленький мальчик, у него раковина. Он раковину, волна набежит, он почерпнет на берегу моря. А дальше лунка вырытая в песке. Выливает. Он говорит, а что ты делаешь? Он говорит, хочу это море выщерпать. Да как ты выщерпаешь? У тебя убегает там в песок-то, да и море-то большое. Он говорит, а как ты решил понять? Как Бог один, а в трех лицах-то? Он смотрит, никого нету. Ему Бог это сказал, ангел, джебраил. Вы просто не знаете, поэтому такие ваши рассуждения. Ну все тогда. Как тебя звать-то хоть? Ахмед. Ахмед, да благословит тебя Господь Бог в поиске истины. Храни тебя Бог. До свидания. Давай. Удачи тебе. До новых встреч.